Те, кто вложил средства в недвижимость, должны получить свои законные метры. Чтобы помочь дольщикам по просьбе главы города, были приглашены инвесторы, которые приводят в соответствии всю документацию строительства, начатое недобросовестными застройщиками, доводят до конца. Контроль за всем этим ведет городская администрация. Важно, чтобы действительно под нашим контролем застройщики работали и выполняли. Поэтому мы сегодня буквально по каждому объекту очередной раз потребовали дорожные карты. За каждым этим объектом будет закреплен наш сотрудник, который будет исключительно смотреть за тем, как выполняется эта дорожная карта. Год назад в Сочи было 8400 человек, участников до любого строительства, перед которыми не были исполнены обязательства. Сейчас этот список сократился на 35%, а конкретнее 2900 человек стали обладателями квартир в новостройках. 8 многоквартирных жилых домов были введены в эксплуатацию. На сегодня 4 объекта готовятся к сдаче. Дополнили этот список представители кооперативов, у которых та же самая проблема. Они не получили метры по ранее внесенным средствам. В 2010 году из 10 объектов кооперативного строительства только 4 введены в эксплуатацию. Сейчас 2 дома готовятся к сдаче. Механизм, которые были прописаны, приняты практически полностью, за исключением отдельных моментов оценки стоимости затрат, необходимых для завершения строительства. Это является одним из главнейших элементов, по которому возможно принятие решений о представлении компенсационных земельных участков без проведения установленных законом торгов. В мае прошлого года был принят краевой закон о дополнительных мерах защиты участников долевого строительства. Это касалось только недостроенных многоквартирных жилых домов. Был разработан механизм оказания помощи. Летом в силу вступят очередные поправки в закон о долевом строительстве. Появится финансовое сопровождение проектов. Соответственно, банковские учреждения уже будут аккумулировать средства и становиться гарантами успешного завершения строительства. В планах городской мэрии помочь ввести в эксплуатацию в этом году 11 объектов из реестра проблемных. Таким образом, ставят задачи Анатолия Пахома, в Сочи не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Ситуацию на рынке недвижимости все же удастся изменить, считают участники заседания рабочей группы по оказанию содействия в защите прав и законных интересов граждан. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.